В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров проверил строящиеся объекты в поселке Развилка. Школа на 1350 мест. Она будет введена в следующем году. На Аллее Славы возложили цветы к вечному огню и зажгли свечи в память детей, погибших в Донбассе. Эту дату необходимо вводить вот именно так серьезно, на официальном уровне, чтобы такого никогда не было. В Центральной библиотеке города Видное проходит фотоконкурс в объективе природы. Для того, чтобы повысить культуру, экологическую культуру жителей Ленинского городского округа. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров проверил проектируемый проезд номер 5539 и улицу Вишневую в поселке Развилка. А также осмотрел строительство общеобразовательной школы рядом с жилым комплексом «Римский». Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Глава Ленинского округа Станислав Катаров регулярно делает обход территории муниципалитета совместно с руководителями профильных служб. На днях они приехали в поселок Развилка, чтобы проверить, как осуществляют работы по расширению участка проектируемого проезда номер 5539. У нас здесь была дорога однополосная, одна полоса в одну, другая в другую. И, соответственно, мы здесь реконструим до четырех полос, по две в одну в каждую сторону. Реконструкцией данного участка занимается частная компания, которая в настоящее время возводит жилой комплекс в этой местности. Работы по ремонту дороги планируют завершить до конца августа этого года. Будем менять полотно полностью, в новой расширительной части это будет все новое, и пирог, корыто все новое будет. И в старой части мы, естественно, весь асфальт поменяем. Ну и, само собой, сопутствующие работы все бордюрные камни, это все будет поменено, будет установлено 20-городных объекта и остановки. А вот на Вишневой улице уже обновили асфальтобетонное покрытие и частично проложили новые тротуары. Эта дорога служит удобным маршрутом не только к новому жилому комплексу, но и ведет к общеобразовательной школе, строительство которой идет полным ходом. Ее также осмотрели представители администрации и глава округа Станислав Катеров. Школа на 1350 мест, она будет введена в следующем году у нас по госпрограмме. На сегодняшний день мы видим хорошую готовность школы, понимаем, что наши строители точно успеют в срок. Сдача школы, я думаю, что будет где-то весной следующего года, уже полностью у нас будут подготовлены РВ, но, конечно же, детей в эту школу мы будем ждать с 1 сентября. Комплексный осмотр территорий Ленинского городского округа позволяет более детально разобраться во всех аспектах благоустройства, а также дает возможность лучше наладить коммуникацию между подрядчиками и органами местного самоуправления. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ. Представители администрации округа и сотрудники полиции продолжают проводить профилактические рейды по выявлению несанкционированной торговли. На этот раз мероприятия прошли вблизи железнодорожной станции Расторгуева и на Советской улице города Видное. Собственниками торговых точек, арендаторами и продавцами были проведены профилактические беседы. А регистрация в качестве ИВД должна быть здесь? Ну, сейчас я его покажу. Нам не надо показывать, он должен сами видеться. Был потребитель должен быть, кто у нас. Обсудили вопрос недопустимости самовольных рекламных конструкций, а также запрет размещения товара за пределами торгового объекта. Поэтому нарушения в виде импровизированных прилавков с овощами и фруктами на улице устранили на месте и всю продукцию переместили внутрь торговых объектов. Также в ходе мероприятия выявили нарушения. Гражданка осуществляла предпринимательскую деятельность без соответствующих документов. Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении. Все собранные материалы будут направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Сотрудники полиции и администрации обращаются к жителям с просьбой сообщать о нарушениях, связанных с незаконной торговлей в отдел сельского хозяйства и продовольствия по телефону, который вы видите на экране. В Центральной библиотеке города Видное проходит фотоконкурс в объективе природы. Каждый может попробовать свои силы в искусстве съемки и запечатлеть красоту Ленинского округа. Уникальная флора и фауна, краснокнижные птицы, редкие виды бабочек, историческая архитектура. Красота Ленинского городского округа притягивает туристов и ценится жителями. Теперь любой желающий может принять участие в конкурсе, запечатлев виды муниципалитета и отправив свое фото на электронную почту библиотеки. Для чего это такой конкурс? Для того, чтобы повысить культуру, экологическую культуру жителей Ленинского городского округа. Чтобы каждый смог остановиться на секунду, посмотреть, как вам повезло, в какой красоте он живет, сделать пару фотографий и обратить внимание на то, что где-то возможно что-то нужно убрать после себя и не оставлять за собой никакого мусора. Конкурс продлится до 15 августа. Некоторые жители уже отправили свои снимки на почту библиотеки, а некоторые только собираются и обдумывают, что будут фотографировать. Хотел бы ты поучаствовать в конкурсе, который посвящен природе? Да. После того, как я переехала в Винное, мне нравятся лесопарки. В них очень интересно. Итоги конкурса будут подведены до 24 августа. Успейте принять участие и вы. Инга Янчук, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ. Мособл ЕИРС информирует жителей о том, что с 1 июля вступили в силу новые тарифы на коммунальные услуги и изменился взнос на капремонт. Так, повышение тарифов на коммунальные услуги составило 11% в пределах индексации. При этом все тарифы экономически обоснованы и утверждены для каждой ресурсоснабжающей организации. Те жители Московской области, чьи расходы на ЖКУ превышают 22% от дохода, имеют право на получение субсидий. Также с июля изменился и размер взноса на капитальный ремонт. Постановлением правительства Московской области он установлен в сумме 18 рублей с квадратного метра площади помещения в многоквартирном доме. Причина такого увеличения – удорожание стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ. В календаре памятных дат России появился новый день – 27 июля. Он посвящен памяти детей погибших в военном конфликте в Донбассе. Видно, волонтеры Ленинского отделения молодой гвардии, партии «Единая Россия», общественники, неравнодушные жители Ленинского округа пришли на аллею славы, чтобы возложить цветы к вечному огню и зажечь свечи. Десять лет назад вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки. Тогда погибло много мирных жителей, в том числе и дети. Эта дата была учреждена по указу главы ДНР в 2022 году, чтобы увековечить память о погибших малышах и подростках Донецкой Народной Республики. Кто-то мог стать достаточно великим человеком, но, к сожалению, уже не станет. Поэтому это мой гражданский долг. Я просто не мог не прийти и обязан разложить цветы, отдать долг памяти и чести усопшим. Эта акция не только дань памяти погибшим, но и знак солидарности. Сотни детей получили ранения и инвалидность. Тысячи живут в постоянном страхе, забыв, что такое мирная жизнь. Я не так давно туда приехал, и я занимался с детьми именно теми, которые были эвакуированы. Это очень страшно, потому что вы бы видели этих детей, они взрослые, они прям старики. И почему я и говорю, что эту дату необходимо вводить именно так серьезно, на официальном уровне, чтобы такого никогда не было. По данным аппарата, уполномоченного по правам человека в ДНР по состоянию на 21 июля 2024 года, с начала вооруженной агрессии со стороны Украины ранения различной степени тяжести в республике получили свыше 900 детей. 240 детей погибли. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok